Сфера здравоохранения одна из наиважнейших, ведь здоровье, языки, деньги не купишь, а это значит, что медицина должна быть качественной и доступной населению, как в городе, так и за его пределами. Как грибы после дождя, в округе ежегодно вступают в работу новые модульные ФАПы, и уже скоро свой фельдшерский пункт будет в Коробейниково. Буквально вчера на объекте появилась строительная техника, а 23 августа строительство посетил Михаил Сылка. Здесь тоже подрядчик нам обещает, что буквально уже к концу недели привезут сам модуль, начнут его собирать, собирать его 5 дней, обещают, что в сентябре месяце здесь будет уже именно стоять ФАП, который будет обслуживать не только Коробейниково, а как сейчас уже, нет, еще 4 деревни, которые ближайшие, которые будут уже приписаны сюда, которые сейчас приписаны в Юдинском поселении. ФАП в Коробейниково не был единственным объектом здравоохранения, который заместитель губернатора хотел обсудить с главврачом ЦРБ. Не секрет, что стоматологическая поликлиника страдает от ряда проблем, дефицита кадров и самого здания, памятника архитектуры. Капитальный ремонт затруднен по ряду причин. Решение о переносе стоматологии в здание по адресу Дежнева, 24 уже рассматривалось, и на данный момент уже готово ПСД. Но по ряду причин рассматривается и другой вариант. Здание не является типовым, это приспособленное здание. Предполагалось его отремонтировать капитально, то есть выполнена проектно-цветная документация за счет медицинского учреждения. Определена стоимость ремонта, на данный момент она оставляет 77 миллионов 500 тысяч. Но тут обсуждался этот вопрос с департаментом, и департамент предложил как альтернативу рассмотреть возможность строительства модуля стоматологической поликлиники. Значит, было разработано с учетом наших требований и дискотекническое задание. Стоматологию предлагается разместить на территории ЦРБ. Стоимость объектов, в которые уже будет включено все оборудование, сопоставима со стоимостью переезда на Дежнева, 24. Расположение вблизи больницы, очевидно, выгоднее. Еще один плюс модуля – сроки готовности объекта. Каким путем мы пойдем, это, конечно, определит департамент и определит правительство. Столняемся, что все-таки пойдем по модулю, потому что это современное новое здание, не надо приспосабливать уже то здание, которое надо капитально. Но и самое главное, что по срокам исполнения это в два раза быстрее. То есть модуль изготавливается, ставится в течение года, и это мы успеем сделать в 2025 году, и деньги на это уже сейчас будет утверждаться, бюджет есть. А если идти через капитальный ремонт и приспосабливать, и переделывать, то это в течение двух лет. Вопрос все же еще не решен, поэтому на данный момент шансы на переезд стоматологий как на Дежнево, так и в ЦРБ равные. Если ориентировочная стоимость нового объекта не превысит 77 миллионов, то, вероятно, устюжане будут лечить зубы рядом с районной больницей. Будем следить за развитием событий. Степан Корешановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».